Петр Николаевич художник-академик Императорской Академии Художеств. По легенде необычную географическую фамилию Грузинский он получил от своих предков, которые участвовали в покорении Кавказа. Родился он в декабре 1837 года в семье Курского небогатого помещика. С ранних лет увлекался живописью, но учителей у начинающего художника не было. Он осваивал технику рисунка самостоятельно и, по мнению историков живописи, оттого и обладал самобытной манерой. Его стиль был узнаваем и оригинален. Даже на расстоянии было видно, какая картина принадлежит кисти Грузинского. В 1851 году он стал учеником Академии Художеств. Через 9 лет молодой художник получил малую золотую медаль за картину «Цыганский табор», а через два года – большую золотую медаль за полотно «Взятие Гуниба». Сцена штурма этой крепости, которая считалась неприступной, передана художникам просто и убедительно. В этой картине нет центрального героя – большая грозная лавина русской пехоты в фокусе внимания зрителя. Это произведение принадлежит к лучшим образцам русско-реалистической живописи второй половины XIX века. Восторженных отзывов о батальных полотнах Грузинского осталось много, а вот сами полотна исчезли. После окончания Академии в качестве пансионера Академии он уехал в Европу. Проживая в Париже, написал несколько очень интересных картин, которые были встречены академиками и любителями живописи на ура. Из этого творческого этапа Грузинского до наших дней сохранилась только одна картина – «Рынок Фонтенебло». Грузинский несколько раз приезжал на Кавказ, писал батальные полотна, как в 1872 году оставление горцами аулов при приближении русских войск. Это полотно получилось настолько выразительным, что на первой презентации Грузинский сразу получил звание академика батальной живописи, а ведущие музеи Европы выстраивались в очередь, желая хотя бы на время разместить картину у себя. Затем он написал несколько произведений из русского народного быта «Тройка и метель. Путевые кавказские сцены». К сожалению, у Петра Грузинского не было близкого человека, который взял бы на себя ответственность за сохранение его картин. Сам он относился к ним небрежно и, написав полотно, терял к нему интерес. Поэтому до наших дней дошла только мизерная часть его наследия. Современные историки и живописи полагают, что утрата части коллекции Грузинского – невосполнимая потеря для живописи. Почти 18 лет он писал батальные полотна, и это были не трагедии, а драмы, что впечатляло зрителей еще больше. Еще Грузинский великолепно разбирался в повадках и анатомии животных, и особенно лошадей и собак, которые выходили на картинах буквально живыми, играющие мускулами и блестящими взглядами. В периодической печати XIX века очень часто публиковали репродукции с картин Грузинского. Иностранные российские журналы печатали о них хвалебные статьи. Но больше, чем битвы, сам художник больше любил писать сценки повседневной русской жизни. Почтовая тройка, дровосеки, деревня гуляет. В 1876 году на выставке в Филадельфии экспонировалась его «Тройка в метель» и «Встреча новобрачных», которые вызвали там неподдельный интерес. Умер художник в июне 1892 года. Он был похоронен на городском кладбище в Паловске. Надгробие и место захоронения не сохранилось. По выражению Эдварда Родзинского, художник исчез в пространстве и времени, подобно своим картинам.